Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня вторник, 2 сентября 2014 года. В эфире Игорь Суздальцев, ведущий программы «Торговый план» на видеопортале трейдеров Utrade TV. Начну с того, что в Москве начался рабочий сезон. Ситуацию в метро сегодня можно характеризовать словом на букву «Ж», то есть жестокая давка. Можно и тем словом, о котором вы подумали. Так я уже с весны подотвык, чтобы меня мяли со всех сторон. Но вот сегодня прорвались мы все на работу. Надеюсь, и наши зрители тоже, судя по количеству людей в системе, всем это удалось. Ну что ж, давайте перейдем к нашим новостям. Раз уж так получилось, что мы с вами удачно доехали до работы. И наши новости сегодня... Они такие. Ну, прежде всего, хочу сказать, что новость новостной фон можно характеризовать сегодня как нейтральный. Ничего особого не происходит. Скажем так, страна живет в ожидании решения по санкциям. Более конкретно на эту тему говорит Томпсон Рейтер в свои утренние рассылки. Например, отмечается, что президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в понедельник в прямой и неприкрытой агрессии, которая, по его словам, изменила баланс сил на юго-востоке страны. Из этого делается краткий итог, что вряд ли не стоит сдать сильного роста на ближайшие сессии на российском фондовом рынке. И, ну, указывается, в частности, также, что биржи США вчера были закрыты, а европейские коллеги индекса МВВ выросли. Вот. Ну, также все, конечно, озабочены тем, что будут говорить лицебы на этой неделе относительно своих дальнейших планов по оздоровлению экономики. И существенно выкопа после провала, скорее всего, ждать не стоит. Ну, предполагается, что московская биржа продолжит торги вблизи 1400 пунктов по индексу МВВ. Кстати, интересный график приводит Рейтер. Попутно просто хочу отметить, что как растет ВВП Греции после, ну, понятно, всем интересно, после кризиса 2008 года, мы видим, что, так сказать, с трудом, с трудом в греческой экономике преодолевать лиц. Ну, вроде бы, вот сейчас к граничному состоянию. Шесть лет спустя, вроде бы, можно сказать, что ситуация в Греции поправилась. Ну, давайте отметим также пару моментов, которые наши коллеги отмечают, коллеги по профессии. Ну, вот отмечу комментарий, 83 только кто размещенный, Андрея Верникова. Он пишет, что появились шансы на рост, унылый рост рынка в рамках унылого боковика. Ну, тут, как бы, лучше не скажешь, Андрей Верников, мастер слова. Вот, ну, согласен абсолютно с тем, ну, как и Томпсон Рейтер, так и другие коллеги, что, пока не будет понятно, когда начнет сворачиваться нынешняя санкционная политика Запада, направленная против России, сказать что-то более конкретное, конечно, трудно. Ну, что же, давайте сделаем вывод совместно, что на сегодняшний день ситуация все-таки нейтральная, ничего ужасного не происходит, поэтому, на мой взгляд, ситуация может пойти и в сторону укрепления некоторого, и в сторону ослабления и рубля, и рынков. Ну, понятно, что все внутренне настроены на некое ослабление, но, тем не менее, я уверен, что некоторые стратегии в рамках самых разных видов анализа рынка могут быть применены. Ну, в частности, я абсолютно убеден, что, может быть, сегодня день для каких-то новых интересных стратегий на рынке фьючерсов и акционов. И вот на эту тему мы поговорим сегодня с одним из известнейших специалистов рынка фьючерсов и акционов в России, трейдером и управляющим активами изимания Ильей Коровиным. Илья, добрый день. Доброе утро. У меня Калининград на часик поменьше. Илья... Слышно меня? Секундочку. Я вас не... Сейчас, секундочку. Ага, слушаю вас. Сейчас слышно? Да, все хорошо, слушаем вас. Да, ну, и поскольку у меня Калининград на час поменьше, поэтому у меня скорее доброе утро, чем добрый день. Значит, ну, я первый раз принимаю участие в подобном формате, поэтому прошу прощения, если будут какие-то небольшие накладочки. Моя задача, как я понимаю, от лица практика показать вот не просто план на торговый день, а план на торговый день, исходя из конкретных стратегий, которые я реально как практик делаю. Ну, как Игорь уже сказал, я работаю на рынке фьючерсов и опционов, это как бы первый момент индивидуальной стратегии. То есть я не буду рассказывать широко про рынок, про рынок акций, хотя тоже, конечно, его краем глаза отслеживаю. Ну, и помимо того, что это рынок фьючерсов и рынок опционов, я еще пару слов сказал бы о стратегии. Потому что, мне кажется, будет достаточно сложно обсуждать какой-то план на день тактически, не понимая, в рамках какой более глобальной стратегии этот план делается. Это будет в окрыве совершенно как бы ненужная информация. А если я расскажу в принципе, какой у меня профиль, будет понятно, ну, постараюсь более простым языком, чтобы это было интересно не только тем, кто разбирается в опционах, но и более широкому кругу зрителей. Значит, ну, главное, да, я работаю на месячных контрактах, то есть в любом случае, какие бы стратегии я ни делал, 15-го числа каждого месяца в экспирацию у меня стратегия заканчивает. Все позиции закрываются, и я могу сформировать вновь подобные же позиции или другие позиции, но в любом случае я торгую от 15-го до 15-го. Поэтому мой текущий план в день укладывается в стратегию, которая закончится по факту 15-го сентября, то есть буквально через 13 дней. Поэтому даже тактика внутри одного дня, она по большому счету в рамках стратегии не заглядывает дальше, чем 15-е число. Сейчас я попытаюсь это все проиллюстрировать. Включу демонстрацию. Вот это мой профиль. Сейчас я попытаюсь сделать область экрана поменьше, именно под этот профиль, чтобы было лучше видно. Вот как раз к вопросу о накладочках. Так, видно. Значит, вот смотрите, вот мой профиль. Поясню для тех, кто в опционах не очень хорошо разбирается. Есть две линии, синяя и красная. Синяя линия показывает то, что будет происходить с моим счетом конкретно 15-го сентября к экспирации. Как видите, конструкция сделана таким образом, что риск по моей стратегии концентрируется в точке 115 по индексу РТС. То есть это именно индекс РТС, чтобы это тоже было понятно. Я торгую конкретно этот инструмент. Индекс РТС, фичерсы и опционы. В точке 115 концентрируется риск. Илья, у меня вопрос от зрителей. А красная линия что означает? А красная линия показывает, что будет происходить со счетом буквально вот в течение этих суток. То есть вы видите, что синяя и красная отличаются, потому что цены опционов начинают очень сильно меняться к дате истечения, то есть к 15-му числу. Поэтому 15-го числа у нас профиль один по конструкции, а вот локально сегодня этот профиль будет меняться немножко другим образом. Так вот у меня что-то тут. Сейчас мы видим квартиру в Венеции, это интересно. Да, это мы в отпуск собираемся в ноябре. Да это вот у меня все-то угликнуло, к сожалению. Сейчас я быстренько восстановлю картинку. Вы помните, да, что тут нужно выбрать третье поле области экрана и выбрать любое поле на экране, которое вам нравится. Да, я когда уменьшал поле, видимо, он случайно нажал на другую страничку. Вот у меня почему-то поле не уменьшается. Ну ладно, сейчас попробуем. Хотел просто более крупно показать. Да, да, я понимаю, да. Вот, ну главное вот так вот будет понятнее. Вот смотрите, вот здесь как раз вот в этом окошечке показывается в цифрах. Сразу говоря, этот портфель, который я сейчас демонстрирую, значит, его размер порядка 2 миллионов рублей. Цифры, которые вы видите на экране, вот синий и красный, это тоже в рублях. Поэтому вот примерно понятен профиль риска. Вот видите, в самой нижней точке 115, в синей линии мы смотрим, минус 160, 170 тысяч рублей. Это максимальный риск по стратегии. То есть вот до 15 сентября больше, чем фактически там 8% отчета я не рискую. Ну, за исключением каких-то очень резких движений, либо ниже 1000 пунктов вниз, либо выше 129, значит, вверх по индексу РТС. То есть, в принципе, я считаю, это очень маловероятно. Поэтому оптимальный риск вот в этой точке заключен. При этом при падении ниже 115 и при росте выше 115, в общем-то, стратегия начинает плюсовать и выходит на максимальную точку плюса, либо в районе 125, 628 тысяч рублей при 2 миллионах. То есть это достаточно большой плюс, 30% может быть в этой точке. И ближе к 1000, вот в районе 1200 тысяч плюса, 10%. Как видите, стратегия, значит, ну, все-таки, можно сказать, не дельта-нейтральная, она плюсовая. То есть она больше рассчитана на рост. Из этой точки, то есть при росте мы зарабатываем больше, нежели при падении. Почему? Потому что, как я рассказываю, всегда при прочих равных рынок не прогнозируется. 50 на 50, я считаю, в больших случаях, в 90% случаев на рынке вероятность пойти вверх или вниз. Но иногда случается смещение вероятности. Вот в данный момент я расцениваю текущее состояние рынка как смещение вероятности роста. Я считаю, что больше все-таки с этих уровней мы имеем шанс вырасти, независимо от санкций. То есть это новостной фон, по моей точке зрения, всегда укладывается в те или иные движения рынка. То есть любые движения рынка можно объяснить любым новостным фоном. Рынок имеет свою сугубо логику. И ее лучше расценивать независимо от новостного фона, просто по картинке. Что-то близкое к теханализу. Вот мы видим, что в принципе, если мы возьмем этот график с мая этого года, с мая по уже сентябрь у нас, мы находимся очень близко к нижней точке этого всего диапазона торгового. Если мы ходили практически 140 по индексу ОТС совсем недавно, в июле, 138 мы видели. И нижняя точка у нас была недавно, там, 113. Сейчас мы ниже 117. То есть, ну вот, если расценивать просто этот вот унылый боковик, как говорит Андрей Верников, мы сейчас в нижней точке этого унылого боковика. То есть, можем еще там на 3000 упасть плюс-минус. Если будут какие-то вот негативные сейчас события, мы подергаемся, конечно, тут. Но в целом потенциала роста гораздо больше. Поэтому вот у меня есть такой профиль. Он не радикально вверх направлен, да, как вы видите. То есть, при сильном падении мы тоже начинаем плюсовать. Но, в общем-то, больше он направлен на рост. То есть, в принципе, такая достаточно закрытая по рискам конструкция. Ну, с креном вверх. Более того, скажу, вот уже как бы ближе к клану на день, да, мы приближаемся. Что я буду делать сегодня? В принципе, задача моя, как интродейн и торговли, вот в рамках вот этой вот конструкции, которая выстроена до 15 сентября, есть еще задача на каждый день. Задача максимум на каждый день, просто улучшать профиль этой конструкции. То есть, сохраняя ее примерно неизменной по всем параметрам, потихонечку нарабатывать плюс. То есть, улучшать, грубо говоря, ценные взятия, поднимать вот эту вот линию синюю. То есть, если я буду зарабатывать на колеблющейся рынке, зарабатывать как интродейщик, зарабатывать деньги, то синий профиль будет чуть-чуть подниматься. И вот точка убытка будет тоже подниматься, прибыль будет тоже подниматься. То есть, это задача максимум. Каким образом эта задача достигается? Работается контртренд. То есть, при падении, соответственно, какое-то количество фьючерсов покупается. Именно фьючерсами управление идет. Опционы не трогаются, как правило. Опционы составляют базу профиля. Фьючерсами идет управление. То есть, при падении рынка определенное количество фьючей покупается. При росте определенное количество фьючей продается. Понятно, что можно купить и рынок пойдет дальше вниз. В моем случае это не так страшно, потому что запас, видите, прочности у стратегии есть. Даже если я какое-то количество фьючерсов куплю на падение и он будет продолжать падать, все равно эта синяя линия, она будет вытягивать меня в плюсовую зону. Поэтому, если мы говорим о чистом интродэй фьючерсами, это очень рискованная вещь, контртренд. Если мы говорим о интродэй фьючерсами, которые наложены на какую-то опционную конструкцию, это гораздо другие риски и другие возможности. То есть здесь у нас контртренд оправдан. Ничего сильно страшного не произойдет, если мы купим какое-то количество фьючерсов, и дальше будем более плавно, но все-таки плюсоваться. Понятно, нужно всегда знать, какое количество фьючерсов покупать. Если кто умеет читать опционные конструкции, видите, дельта 15 по этой конструкции. Вот она тут расшифрована. Что такое дельта 15? Это значит, что соответствует этой конструкции 15 купленных фьючерсов. Я имею возможность в рамках своей стратегии увеличить это количество фьючерсов на падение в текущих ценах еще до 5 единиц. То есть примерно 5 фьючерсов я могу себе позволить купить примерно до уровня 115. Под исходя из этого, я могу торговать на падение контртренд. До 5 фьючерсов я покупаю, при оскоках продаю, каждый раз пытаюсь улучшать эти цены. Если я в целом не увеличу дельту сзади, ничего страшного нет. Главное зарабатывать на этих фьючерсах. То же самое при росте. При росте я могу себе позволить даже продавать больше, чем 5, потому что в принципе 15 лет куплено. Могу продать 5, могу продать еще 5. Но до 10 и не больше, чтобы тоже сохранять вот этот профиль наверх. Таким образом, заканчивая сегодняшний рассказ, могу сказать, что задача на сегодняшний день на падении, как можно ниже стараться, брать не больше 5 фьючерсов. Все отскоки используются для этих 5 фьючерсов. И продажи сверху не больше 10 фьючерсов. Исходя из нашего профиля. И вот эти вот колебания 5 покупка вниз продажи наверху 10 должны мне приносить в течение дня обычный интродейный доход. Но в рамках общей конструкции. Вот таким образом. Спасибо за внимание. Илья, если вы нажмете... Хорошо. Илья, у меня такой вопрос. Вот из всего, что было сказано. Если сделать такой остаток и выбрать какую-то одну фразу, я заглавлю сегодняшний ролик именно так. Илья Коровин, двоиточие. И вот что главная одной фразой, из того, так сказать, что бы звучало, на сегодняшний день вы могли бы сказать, по какому это инструменту, по стратегии или еще что. Делаем вот это. Илья Коровин, двоиточие. Отсюда скорее вверх, чем вниз. Отсюда скорее вверх, чем вниз. Отличное, по-моему, название. Оптимистичное. Будем надеяться, что так и будет. А сейчас к нам присоединится Дмитрий Семенов, специалист по техническому анализу, который объяснит нам, почему именно технический анализ является главной рабочей стратегией трейдера. Дмитрий, добрый день. Всем привет. Привет, привет. Вы все слышно меня сейчас? Да, слышно хорошо. Слышно хорошо. Я забыл забавить, что Дмитрий трейдер компании Колесо Финал. Слушаем вас, Дмитрий. Я не совсем согласен с тем, что именно технический анализ это основное, так сказать, орудие трейдеру. Просто у каждого свои подходы. Кто-то в технике, графике анализирует. Я лично по технике только торгую, что на фондовом рынке, что на валютном рынке, без разницы. На фондамент, в принципе, я вообще внимания не обращаю. Просто у меня такая стратегия, такой подход именно гипсографического анализа. Ну и давайте перейдем к текущим реалиям. На валютном рынке, скорее всего, сегодня ничего интересного не будет. Почему не будет? Потому что основные новости, а именно ставки по Британии и СБ, они будут выходить данные в четверг. И, скорее всего, до этого, до четверга, либо будет какой-то вялый боковичок, как мы сейчас наблюдаем на валютном рынке, либо все-таки движения будут какие-то по технике. Ну давайте тогда перейдем сразу к графикам. Ничего интересного на самом деле на графиках нет. Со вчерашнего дня, по крайней мере, ничего не изменилось. Ну давайте посмотрим сразу на недельный график евро к австралийскому доллару, к респурсу. Как я вчера показывал график этот уже, я планирую покупать при возможном снижении цены водкой поддержки наклона. Это район 1.3670 на текущий момент. Но, опять же, повторю, что лучше, конечно же, ждать какого-то подтверждающего сигнала, но так как это у нас недельный масштаб, то с большой вероятностью при первом тесте все-таки отражение произойдет. Но, опять же, если будет снижение к этой поддержке. Далее. Кросскурс евро-канадский доллар. Наблюдаем мы с вами красивый нисходящий канал. Я люблю торговать в каналах. Метод обычно приносит профит. Ну и, соответственно, исходя из этой теории, в случае снижения цены к поддержке канала, это район 1.41 на текущий момент, можно тоже попробовать распределение позиции, но с целью, возможно, что на сопротивление этого канала. Мы полагаем, что движение в канале будет продолжаться, поэтому цель, исходя из этого положения, с верхней границы канала. Далее. Вчера я вам показывал график кросс-курса фунт-франк. Она вышла из непходящего канала. И, скорее всего, пробой уже истинный. Что в этом случае можно ожидать? Ну, если это пробой действительно истинный, то возможно движение в район 1.50 и 1.80. И, если вы хотите что-то делать с этим кросс-курсом, то, наверное, лучше будет техвозврат к пробитому сопротивлению канала и уже попробовать открывать длинные позиции. Но, опять же, теханализ нам не может сказать никогда, будет техвозврат нет. Но, если техвозврат будет, это, в принципе, хорошая возможность попробовать купить данный кросс. И, в заключение сегодняшнего обзора, график доллар-иены. Показываю недельный масштаб. И мы с вами видим, что цена сейчас находится у нас в районе сильного, сильной области сопротивления. Если глядеть более мелкий масштаб, а именно дневной, то, исходя из того, можно простую торговую идею реализовать, а именно попробовать продать доллар при треске вот этого сопротивления. Показываю, это примерно район 105.30. Ну, в этом случае, какой критерий закрытия позиций с убытком? Ну, либо можно просто поставить стоп-лоф в порядке 50 пунктов, обычный стоп-лоф для валютного рынка, в больших масштабах. Либо просто ждать цены закрытия. Если часовые цены закрытия преодолеют этот уровень, то, соответственно, скорее всего, гипотеза наше отражение неверно, и в этом случае лучше фиксировать будет убыток. Ну, можно просто подождать цены закрытия дня, потому что все-таки мы с вами изучаем сейчас дневной масштаб. Это будет более надежный сигнал закрытия с убытком. Но просто бывает так, что уровни пробиваются очень сильно, цена закрытия может уйти на 100 пунктов, на 150. Убываются такие ситуации. Ну, еще раз скажу, что все, что я рассказываю, это лично мое мнение относительно рынка, основанное на моем опыте, и все эти расслабления ни в коем случае не являются руководством каким-либо действиям. То есть, совершение сделано. Игорь, у меня на сегодня все. Большое спасибо, Дмитрий. Ну что ж, коллеги, давайте подведем с вами итоги сегодняшнего дня. Я думаю, что та идея о том, что, возможно, будет унылый рост в рамках унылого договика, меня вполне устраивает, меня устраивает любой рост российского рубля и фондового рынка, поэтому будем на это надеяться. Ну, а девизом сегодняшнего дня я бы предложил считать и основной торговой идеей сегодняшнего дня предложил бы считать слова Ильи Коровина «Скорее вверх, чем вниз». Желаем успешных торгов сегодня, встречаемся завтра в 9.30, как обычно здесь же. Всего доброго, до завтра.